Доброе утро, друзья! В ближайшее время мы покажем, как приготовить фруктовый лед в домашних условиях. А также наши детки развеселят вас и подарят кучу позитива. Не переключайтесь! А я напоминаю вам, дорогие телезрители, что на календаре 25 августа четверг. Чем же знаменательный этот день? Тем самым, что в этот день родился русский царь Иван Грозный, а также день рождения супермодели Клауди Шифер. А вот чтобы стать супермоделью, необходимо заниматься спортом и, конечно же, гимнастикой, которую, в свою очередь, покажет нам Евгений. Приятного просмотра! Доброе утро, дорогие телезрители! С вами утренняя разминка. Сегодня будет комплекс динамический. Будет очень много прыжков и укрепляем все группы мышц тела. Начнем? Встаем в планку классическая. Руки под плечевым поясом. Вытягиваем ножки прямые. Таза в блоке. Правую ножку в прыжке подтягиваем к плечу. Меняем. Левую к плечу. Возвращаемся в планку. Две ножки. Подтянули. И наверх прыжок. Планка. В таком ритме можно выполнить 10 подходов. Можно. Делаем глубокий вдох и восстанавливаем дыхание. И выдох. Хорошего вам дня! Удачи! Фруктовый лед. Хорошая альтернатива сливочному мороженому осель. И ко всему прочему можно приготовить из различных ягод и фрукт. Я с тобой полностью согласна. Тем более в такую аномальную жару хочется охолодиться чем-нибудь таким вкусным и холодным. А следующий сюжет вам, дорогие телезрители, более подробнее расскажет как. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Ты случайно не играла в детстве в Асак-Ато? Это национальная казахская игра. К сожалению, все мне не удавалось поиграть в эту игру, но думаю, у меня все еще впереди. А вот следующий сюжет более подробнее расскажет об этой игре. Приятного просмотра! Казахская народная игра Асакату – одна из древнейших игр кочевников, самая увлекательная игра детства. Основная суть игры такова – в ряд ставятся асыки. Задача сводится к тому, чтобы с определенного расстояния своим асакам выбить из ряда один или несколько асыков, которые становятся добычей игроков их сбившего. У каждого игрока есть асы, которым он пользуется для выбивания кона. Он называется саха. Обычно для него выбирается самый крупный, соответственно, самый тяжелый асак из имеющихся в коллекции. Для большого утяжеления в асах заливают свинец и обматывают медной или алюминиевой проволокой. Уверенная игра собственной сахой дает большое преимущество. Игра ведется в основном на земле или на асфальте, однако от этого быстро изнашивается саха. Впрочем, сама игра теряет свой первозданный вид. Очередь бросания определяется следующим образом. Сахи игроков собирались в руку одного из игроков и выбрасывались на поверхность вроде игральных костей. Каждый асак может принять 4 основных положения. Бук – выпуклая поверхность асыка, третья по значимости при выборе очереди броска. Шек – поверхность асыка с углублением последней по значимости. Алше – меньшая грань асыка с углублением первой по значимости. Таба – плоская грань асыка, вторая по значимости. Если выпадают несколько айкуров, то право первого броска разыгрывается между ними. Также есть такое понятие, как табан. Это расстояние, равное длине стопы бьющего игрока. В случае выбивания асыка из кона, расстояние между выбитым асыком и четвертой кона должно превышать три табана. Причем за единицу измерения берется именно стопа выбившего игрока. Тем самым соблюдается принцип справедливости. Каждый игрок имеет индивидуальный стиль стойки и броска. Кто-то предпочитает перед броском постукивать другой асык в незанятой при броске руке. Кто-то совершает крученный бросок, кто-то сильно наклоняется назад, кто-то вперед. Асакату популярное занятие детей-кочевников выявляло. В игроках такие качества, как лидерство, зоркость, смелость, взаимовыручку, точность, хладнокровие, впрочем, как и любой вид спорта. Каждая девушка мечтает выглядеть прекрасно. Но порой это нелегкая задача, а у нас, Айгуль, есть пару полезных советов по этому случаю. Приятного просмотра! В сегодняшнем ролике мы предлагаем вам пополнить арсенал бьюти-лайфхаков и надеемся, что какой-то из советов станет и вашей маленькой хитростью. Не бойтесь экспериментировать и использовать некоторые косметические средства не по назначению. И первый лайфхак, которым мы хотим с вами поделиться, вы могли уже видеть в предыдущем видео с изумрудными смоки. Этот трюк показала нам визажист. Если вы подбираете себе тон, смешивая несколько разных оттенков, используйте для этой цели старый CD-диск. Его гладкая поверхность идеально подходит, а благодаря его форме диск легко держать в руке. И снова-таки, если вы смешиваете несколько тональных основ или добавляете к своему тону увлажняющий крем, используйте для этого специальные маленькие баночки для путешествий. Этот лайфхак применим также, если у вас миниатюрная сумочка и не хочется тащить с собой весь продукт. Популярные силиконовые резинки-спирали заслуженно завоевали любовь многих девушек. И если вы их носите, то наверняка сталкивались с тем, что сразу же после использования резинки часто бывают очень растянутыми. Но вернуть им первоначальную форму очень легко. Просто поместите спиральки на несколько секунд в горячую воду. Лайфхак номер четыре. Советуем вам попробовать делать скульптурирование лица с помощью обычных теней, причем не коричневого, а сероватого оттенка. Для того, чтобы добиться натурального эффекта, достаточно лишь слегка затемнить нужные зоны. Не забудьте тщательно растушевать линии. Обратите внимание, что такой трюк не подойдет девушкам с загорелой кожей. После нанесения духов сомкните свои запястья на несколько секунд, слегка сжав их. Помните, что растирание духов разрушает молекулы аромата, а вот легкое нажатие, наоборот, поможет ему раскрыть всю свою многогранность. Лайфхак номер шесть – это вторая жизнь для старой зубной щетки. Не спешите ее выкидывать, лучше попробуйте делать щеткой легкий начес для прикорневого объема. Очень удобно. И последний на сегодня лайфхак поможет вам с легкостью накрасить нижние ресницы. Используйте для этого одноразовую чайную ложку. Ее изогнутая форма позволяет без проблем прокрасить нижние ресницы, избежав при этом пятен. А сейчас, дорогие телезрители, наши милейшие детки развеселят и подарят немного вам мгновения счастья. Фотоаппарат, фотоаппарат. Где ты был? Не могу тебя найти. Фотоаппарат, фотоаппарат. Это такая камера. У нее кнопки даже есть. Это фоткач. Фотоаппарат, это, который он всех трассирует. Так, я пошел фоткаться. Фотоаппарат. Добавляемся играть, гулять. Я думаю, что у каждой женщины и девушки найдутся такие вещи, которые слегка ей поднадоели. А вот как дать новую жизнь старым вещам, покажет наша талантливейшая Антонина. Здравствуйте, уважаемые любители шитья на ТДК-42. И с вами снова я, Антонина Шишанова, преподаватель курсов кройки и шитья в Уральске. Сегодня я вам покажу, как можно обновить уже ношенную вещь. Наверняка в вашем гардеробе есть вот такая вот футболочка, которая не раз вас выручала, но уже порядком поднадоела, и сегодня мы ее немножечко обновим. Для этого нам понадобятся кусочки кружева, которые мы раскладываем произвольно на нашей футболке. Вот, если мы вложим, ну вот, наверное, вот как-то так. Если нас устроит то, как мы уложили кружева на футболочку, закрепляем их булавками и настройчиваем на машинке. Не пытайтесь добиться симметрии, это все равно вряд ли у нас получится. А симметрично она будет выглядеть еще более оригинально. И вот, когда мы закололи, пристрачиваем наши кусочки на машинке швом в мелкий зигзаг. Зигзаг должен быть где-то шириной 2-3 мм для того, чтобы сохранить эластичность нашей футболочки. Вот у нас получилась вот такая маечка. Вот, ее уже так можно носить. Но так как в этом сезоне очень модно искусственно состаренные вещи, это мы можем судить по обилию рваных джинсов, например, в нашем городе, мы еще сделаем такие прорези наизнанки. Выворачиваем футболку наизнанку. И в местах прошивания кружева делаем такие разрезы щели. Можете сделать их сколько угодно, по вашему вкусу. Вы можете сделать такие произвольно, по вашему вкусу, по величине, по месту, как вам это нравится. И когда вы футболочку оденете на себя, они растянутся и будут довольно оригинально у нас выглядеть. Вот такая маечка у нас получилась. Я рада делиться своими секретами с телезрителями ТДК-42. Все мои ролики вы можете увидеть на сайте ТДК-42. Тех, кто хочет профессионально овладеть искусством шитья, я приглашаю на мои курсы, которые проводятся в финансово-экономическом колледже, комната 212. Приходите, буду рада вас видеть. Сейчас очень актуальна кедровая бочка. Она дает как оздоровительный, так и косметический эффект. Плюс ко всему добавлю, Айгуль, к твоему слову, что кедровые бочки полезны для нашей кожи. Они ее подтягивают, а также омолаживают. И плюс ко всему Айгуль укрепляет наш иммунитет. Приятного просмотра! На сегодняшний день в списке услуг многих салонов можно встретить такую услугу, как кедровая фитобочка для похудения, оздоровления и омоложения. И хоть эта услуга достаточно новая, но имеет древнюю богатую историю. Фитобочка – это своеобразная мини-сауна, изготовленная из дерева кедра, который в народе называют природным лекарем. Кедр богат фитоцидами, которые подавляют рост и размножение вредных микроорганизмов, вредящих нашему здоровью. Перед процедурой вам будет необходимо полностью раздеться и принять душ. После душа вас пригласят пройти фитобочку. Париться в кедровой бочке, сидя внутри, для этого предусмотрена специальная скамья. Для удобства в бочке сооружены специальные подлокотники, на которые можно опереться. Фитобочка устроена так, что во время сеанса ваша голова находится снаружи, а пар не воздействует на сосуды головного мозга. Такая процедура отлично подойдет тем, кто плохо переносит обычную баню или сауну. Помимо всего прочего, кедровая бочка обладает лечебными свойствами. Снимает как суставные, так и головные боли, лечит спиной и шейный отдел позвоночника. Мышечная неврология хорошо справляется с простудой, снимает синдром хронической усталости. Если вы решили укрепить иммунитет, зарядиться зарядом бодрости, омолодить кожу и многое-многое другое, то обязательно приходите к нам в Центр эстетики омоложения Мерли. И результат не даст долго себя ждать. Мы находимся по адресу ТРК Сити Центр, 1 этаж или звоните по телефону 30 10 10. А мы напоминаем, что все могут принять участие в гостевом сюжете на передаче «Доброе утро». А эфир телеканала ТДК 42 продолжает наши коллеги. Не переключайтесь. Благодаря вашей целеустремленности, помноженной на трудолюбие, чистолюбивые замыслы обретут под собой твердую почву. Ваши финансы на этот раз в полном порядке. Настало время заняться благотворительностью. Как это ни парадоксально, выгода будет сопутствовать вам на путях милосердия и альтруизма. Торопитесь упрочить свое положение в первой половине дня. ТЕЛЕЦ Сегодня не стоит принимать решения о переходе на новую работу и должность. По вам будут бить малейшие колебания курса доллара, евро, рубля и так далее. БЛИЗНЕЦ Перед вами открывается оригинальный профессиональный путь, на котором вас поджидают неожиданности и даже открытия. Этот гармоничный период весьма позитивно отразится на судьбах влюбленных. Можно включаться в новые дела и программы, причем они будут долговременными. В первой половине дня можно брать суды и кредиты в долг у знакомых, но делать это следует осторожно, четко просчитывая свои возможности. РАК Этот день благоприятен для начала образовательного курса. Новая информация будет с легкостью усваиваться раком. Можно продолжать профессиональное образование, записаться на курсы повышения квалификации. ЛЕВ Это прекрасный день для начала работы в новом качестве. Вам повезло, если вы именно сегодня приступаете к новым служебным обязанностям. Можно начинать работу над долговременным проектом, приступать к поиску новой работы, решать вопросы оплаты труда. Можно также проходить медицинское обследование, использовать новые методы лечения. ДЕВА У вас прекрасная память, и вы можете преуспеть в сфере финансов или права. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите. Избегайте даже вероятной конфронтации, особенно в первой половине дня. ВЕСЫ ВЕСЫ Не исключено, что сегодня ВЕСЫ будут блистать остроумием, стремиться к участию в дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно повлияет на их эмоциональное состояние. Позвольте ближним тоже проявить свои таланты, не отталкивайте их в тень своей славы. СКОРПИОН Не исключено, что поначалу вы станете работать над новым проектом, скорее для собственного удовлетворения, затем вас больше заинтересует прибыль. Для достижения своих профессиональных целей не стесняйтесь использовать связи и знакомства. СТРЕЛЕЦ Деловая активность стрельцов весьма неустойчива. Для того, чтобы продвигаться в карьере и добиваться признания, вам придется гораздо больше работать, чем обычно. Хотя это будет и не так просто. КОЗИРОК У тех, кто планировал приобрести недвижимость, появится хороший шанс воплотить свои замыслы в жизнь. При выборе одного из вариантов не пренебрегайтесь деталями, ко всему относитесь серьезно. Прежде чем приобрести недвижимость, наведите справки о жизни и судьбах людей, ранее владеющих ею. ВОДОЛЕЙ Сегодня вероятно получение важной информации в учебе и научной деятельности. Возможно много удачных предложений о работе, которые также можно воспринять как улыбку фортуны. Самое время заняться самоутверждением и созданием собственного имиджа. РЫБЫ Неплохая пора для выполнения ответственных заданий, требующих терпения, аккуратности и внимания. Вам придется успевать на всех фронтах, стараясь добросовестно использовать профессиональные обязанности и не забывать при этом проявлять заботу о домашних. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова